Сауль Альварес рассказал о шрамах после ударов Головкина. Александр Усик отказался от роли в фильме Крит-2, которую ему предлагал Сталлона. Названа дата завершения карьеры Канело после боя с Головкиным. Менеджер Нурмагомедова хочет бой Хабиба с Саулем Альваресом. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес в интервью прокомментировал вопрос о травме, нанесенной ему в последнем поединке казахстанцем Геннадием Головкиным. Канело уже дважды чемпион в разных весовых категориях, нацелился на то, чтобы добавить пояс третьего дивизиона, победив Филдинга, обладающего поясом WBA в суперсреднем весе в эту субботу. Он закончил сухую серию Геннадия Головкина всего три месяца назад в изнурительном поединке. И Филдинг ранее отмечал, что заметил шрамы на его лице, заявив, «Первую вещь, которую я увидел при встрече, были шрамы от Triple G, которые еще выглядели свежими». Месяцем позже. Канело все еще носит шрам под правым глазом, но отрицает эту слабость. Нет, нет. Такие вещи просто случаются, мы готовы на бой субботы, заявил Альварес в интервью Sky Sports. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что актер, сценарист и продюсер фильма Крит 2 Сильвестра Сталлоне предлагал ему сняться в этой кинокартине. Усик не смог согласиться, потому что съемочный процесс совпадал с его тренировочным лагерем к одному из боев. Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 10 ноября этого года, Александр нокаутом в восьмом раунде победил британца Тони Белью, тем самым защитив титулы WBC, WBO, WBA и IBF. Всего за профессиональную карьеру Усик одержал 16 побед, 12 нокаутом и не имеет поражений. Ранее Александр проявил готовность провести бой с бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе американцем Андре Уордом. Журналист западного портала Baxi News 24 Шон Джонс прокомментировал планы Альвареса на завершение карьеры в будущем. Дазн подписал Сауля Альвареса не так давно в контракте, предполагающем 5 лет, 11 боев и 365 миллионов долларов. Когда Канело окончит свой пятилетний контракт, он уже будет близок к завершению пика своей карьеры, Канело будет 33 года, когда его прибыльный контракт истечет. И он явно дал понять, что он собирается уйти ко времени, когда ему будет 35 лет. Канело не хочет задержаться в боксе и драться до 40 лет, как поступают некоторые другие бойцы, написал журналист. Менеджер российского обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абделязис желает, чтобы организовали поединок его клиента с чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом. Оскар де Лахоя говорит много всякого дерьма, давайте устроим бой Сауле против Хабиба. Дана Уайт и Дел Лахоя продвинут его, написал Абделязис в твиттере. Отметим, что следующий бой Альварес проведет 15 декабря против Рокки Филдинга за титул WBA и Рейгела во втором среднем дивизионе. Верхний лимит этой весовой категории – 76 килограммов, Нурмагомедов выступает в ММА в весовой категории до 70 килограммов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова